Встречаем утро пятницы вместе с хорошими новостями радиостанции. Гомель-ФМ вошла в топ-10 радиостанции Беларуси. Да, это приятно, а вот другими новостями сегодня поделится редактор службы информации Сергей Негревич. Сергей, доброе утро. Доброе утро, Кирилл. Я расскажу о том, какие сюрпризы готовят гомельчанам и гостям города Гомельский парк, а также о том, кто завтра будет дежурить на прямых телефонных линиях местных органов власти. Об этом и не только прямо сейчас. Минавит Атак с добрым настроем, подборкой свежих новинок и ритмичных хитов кожную ранницу починают в працу диджея радиостанции Гомель-ФМ. Их задача не только узбодерить людей, дозволить им кончатково прочнуться, а галонное подарить заряд позитиву на весь день. На самом деле я представитель стопроцентных сов, которые переквалифицировались в жаворонков. Такие люди существуют, на самом деле. Если кто-то не верит, что это возможно, это возможно. Это дело привычки. Ну и сейчас я могу сказать с уверенностью, что мне интересно наблюдать за тем, как просыпается город. Я встречаю утро с теми, кто едет на работу. Настроение у меня утром всегда хорошее. Да и днем, и вечером тоже. Поэтому легко радовать всех хорошей музыкой и делиться какими-то новостями с людьми. На роджении радиостанции Гомель-ФМ отбылось у Кастрышнику 2008 года у вынеку проведенного Гары Брэндону радиостанции «Экспресс». Сегодня на хвале в 101.3 можно почуть лепшие замежные российские айчинные композиции. Вещание радиостанции будуется с уликом интереса, густов и стилю жития метовой аудитории. Даже слухачи высоко оценивают эту работу. По выниках социологичных доследований Гомель-ФМ увайшла в топ-10 самых популярных радиостанций краины. Такое признание выник штуден и пленой працу каждого особного работника и коллектива в целом. Треба, значить забавляльный сегмент, далеко не один, а чем может похвалиться Гомель-ФМ. А кроме диджея, тут працует сгуртованная команда службы информации. Перш за все упору подборца материалов робится на новинные жития региона информация, которая тропляет в спецэпортажах и выпусках новин на хвале Гомель-ФМ, в 90% тыжится падей нашей в области. Корреспонденты информационной службы мкнутся не соступать у оперативности не только газетам, а и интернету. В своих новостных программах мы стараемся охватить все сферы жизни. У нас есть и спортивное обозрение, у нас есть обзор прессы, есть простые выпуски новостей, где мы рассказываем и о криминале, и об экономике, и о политике, и о культуре, о том же спорте. Есть у нас программа спецрепортаж, где мы позволяем себе немножко не только рассказать подробнее о каком-то событии, но и проанализировать его значимость для региона. Есть программа местное время, которую мы целиком посвящаем новостям из каждого района Гомельской области. Нам приятно, что выбор аудитории определил радиостанцию Гомель-ФМ десятку наиболее популярных радиостанций в Республике Беларусь. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. И в текущем эфирном сезоне предложим новые проекты, которые будут интересны как слушателю, так и рекламодателю. Вероника Ворошилина, Максим Славин, Телерадо, компания Гомель.